Седьмой класс, 37 серия. Формулы Крамера. Будем решать системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными по формулам Крамера через определители. Давайте рассмотрим вот такую систему и найдем главный определитель системы. Как находится главный определитель системы? Первый столбец – коэффициенты при х, второй столбец – коэффициенты при у. Затем надо из произведения чисел, стоящих на главной диагонали, вычесть произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Это главный определитель системы. Если главный определитель системы принимает значение «отличное» от нуля, тогда система имеет единственное решение. А если ноль, то тогда либо решений нет, либо их бесконечное множество. Главный определитель системы обозначается буквой дельта. Давайте найдем дельта х и дельта у. Дельта х. Первый столбец – это свободные члены, числа, стоящие справа от знака равенства, c1 и c2. Второй столбец – коэффициенты при у. Находим произведение чисел, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Это дельта х. Чтобы найти х, надо дельта х разделить на дельта. А разделить на дельта можно в том случае, если это не ноль. Дельта у – первый столбец – коэффициенты при х, второй столбец – числа, стоящие справа от знака равенства. Произведение, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Итак, если главный определитель системы дельта принимает значение, отличное от нуля, можно найти х, дельта х надо разделить на дельта, и у – дельта у разделить на дельта. Система имеет единственное решение. Если бы система решалась графически, надо было бы построить график каждого уравнения, а это прямые линии. Прямые линии пересекаются. Единственная общая точка – это единственное решение системы. То есть координаты точки пересечения графиков функций – это единственное решение системы. Если главный определитель системы равен нулю, дельта х, дельта у принимают значения, отличные от нуля. Система решений не имеет. Если бы строили графики, график одного уравнения, график другого уравнения, то это были бы две параллельные прямые, которые не имеют ни одной общей точки. Если главный определитель системы равен нулю, дельта х или дельта у тоже ноль, система имеет бесконечное множество решений. То есть графики уравнений полностью совпадают. Получается одна прямая. Бесконечное множество решений. Давайте решим по формулам Крамера данную систему уравнений. Сначала надо найти главный определитель системы. Первый столбец коэффициенты при х – 4, 6. Второй столбец коэффициенты при у – 1, минус 2. Находим произведение чисел, стоящих на главной диагонали. Это будет минус 8. И надо вычесть произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Минус 8, минус 6, минус 14. Главный определитель системы принимает значение отличное от нуля. Значит, система имеет единственное решение. Находим дельта х. Первый столбец – это свободные члены, числа, стоящие справа от знака равенства, 3 и 1. Второй столбец коэффициенты при у – 1, минус 2. Произведение чисел, стоящих на главной диагонали. Это будет минус 6, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. Минус 6 до минус 1, минус 7. Находим дельта у. Первый столбец – коэффициенты при х. Второй столбец – свободные члены. Находим произведение, стоящих на главной диагонали, минус произведение, стоящих на побочной диагонали, минус 14. Ну, а теперь давайте назовем значения х и у. х равен дельта х, надо разделить на дельта. Одна вторая. у равен дельта у, разделить на дельта единица. Итак, данная система имеет единственное решение. х равен 1,2, у равен 1. Давайте решим еще одну систему. Находим главный определитель системы. Первый столбец – это коэффициенты при х. Второй столбец – коэффициенты при у. Произведение чисел, стоящих на главной диагонали, минус произведение чисел, стоящих на побочной диагонали. 11. Главный определитель системы принимает значение, отличное от нуля. Значит, система будет иметь единственное решение. Находим дельта х, дельта х, 22. Находим дельта у, минус 11. А теперь можно найти х и у. Чтобы найти х, надо дельта х разделить на дельта. Получится 2. А чтобы найти у, надо дельта у разделить на дельта. Будет минус 1. Итак, ответ х равен 2, у – минус 1. Давайте решим такую систему. Главный определитель системы равен 0. Значит, эта система не имеет единственного решения. Либо решений нет, либо их бесконечное множество. Давайте найдем дельта х и дельта у. Дельта х и дельта у принимают значения, отличные от нуля. Значит, данная система решений не имеет. Решим через определители по формулам Крамера еще одну систему. Находим главный определитель. Он равен 0. Дельта х и дельта у – 0. Значит, данная система имеет бесконечное множество решений. Если бы мы решали эту систему графически, мы бы построили график одного уравнения – это прямая, график второго – тоже прямая. Причем прямые полностью совпадают. И координаты любой точки этой прямой являются решениями данной системы. То есть бесконечное множество решений. То естьaczный Reason Делайте всех, как мед nightmare и по краям тормоза. До съездного Incre K15 И если вы widzите, значит, я сделаю это все шовернали. Просто там вы Take care. Разм Voilàession 6-7-7-8-7-1-3-7-7-8-7-8-8-8-8-23-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-9. Продолжение следует...